Здравствуйте, в эфире программа тема дня. Меня зовут Никита Васильев и сегодня наш разговор будет посвящен достаточно важной теме, которая так или иначе, конечно, касается каждого. Тем или иным объектом недвижимости владеет практически каждый, если не каждый, житель Тверской области, но порой это владение является фактическим, при этом по разного рода причинам, к сожалению, официально не оформленным. Именно поэтому так важно быть в курсе законодательных новшеств, которые дают, как мы сегодня выясним, как мы сегодня поговорим, право стать законным владельцем недвижимости. О последних изменениях в законодательстве и их реализации на территории Тверской области мы сегодня и поговорим с участниками нашей программы. Я представлю сегодняшних моих гостей. Это руководитель управления Росреестра по Тверской области Николай Николаевич Фролов. Николай, здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам на программу. Заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Оксана Александровна Чернова. Александр Александрович, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время для нас. И директор Ассоциации Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров Ольга Анатольевна Федорова. Ольга Анатольевна, добрый день. Спасибо большое, что сегодня с нами. Ну, сразу, да, наверное, оговоримся, что у нас как бы основной такой лейтмотив, основной посыл, да, основной инфоповод нашей сегодняшней встречи, беседы, конечно, будет посвящен работе управления Росреестра, потому что во многом они являются флагманами тех самых вот нововведений, новшеств, важных нормативно-правых документов и так далее, которые должен знать каждый житель нашего региона. И давайте, наверное, Николай Николаевич начнем вот с чего. Важный закон о гаражной амнистии, да, не все до сих пор, к сожалению, да, несмотря на то, что и на нашем телеканале много было этому времени посвящено, и Росреестр проводит достаточно такую масштабную информационную работу, тем не менее, не все знают, как этот закон работает, что делать в рамках этого закона. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. И, ну, и хочется, конечно, узнать о первых результатах реализации этого закона. Вот четыре месяца уже, да, он работает, насколько я понимаю, на территории региона. Не только на территории региона, на территории всей страны. Но, знаете, начну с другого, начну с себя. Я несколько лет назад гараж и земельный участок оформлял, который достался от отца. И вот я, зная законодательство в нашей сфере, зная процедуры и так далее, это заняло у меня несколько месяцев, потому что необходимо было получить колоссальное количество документов, притом это документы, те, которых не было изначально, они должны были быть, там неправильно были оформления и так далее, разрешение на строительство, разрешение ввод в эксплуатацию и так далее, и так далее. Сейчас наш новый закон, который принят на территории России, действует с 1 сентября этого года, 79-й закон, так называемый закон о гаражной амнистии, позволяет в упрощенном порядке гражданам оформить свои гаражи и земельные участки под ними. И это очень важно и очень хорошо. И реализация этого закона на территории области уже показывает, что очень много людей отреагировали, и начиная с сентября мы можем говорить, что практически уже 300 гаражей и земельных участков под ними оформлены в собственность граждан в упрощенном порядке. Давайте напомним нашим гражданам, да, те, кто еще к этой процедуре не приступали, по каким-то причинам, может быть, боятся ее, а вообще на какие объекты распространяется вот та самая гаражная амнистия? Там, я так понимаю, достаточно большой перечень, расскажите поподробнее. Перечень большой и он неисчерпывающий, первое, хочу сказать. Второе, самое важное, что объект гараж должен быть объектом капитального строительства, то есть так, что он неразрывно связан с землей, его перемещение нарушит конструктивные элементы. Второе, это то, что гараж или земельный участок для строительства гаража был предоставлен до вступления в силу градостроительного кодекса. И, соответственно, эта норма действует с 2004 года. Если земельный участок предоставлен или гараж построен до 2004 года, соответственно, можно этот объект оформить в упрощенном порядке. Ну а, в свою очередь, да, те объекты, которые под гаражную амнистию не попадают. Что это за объекты? Какие, скажем так, есть в стоп-листе вещи? Ну, первое, наверное, это не попадают те гаражи, которые находятся на личных земельных участках граждан на индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. Но здесь как раз это не проблема для граждан, потому что действуют другие нормы законодательства, которые позволяют также в упрощенном порядке, как вспомогательный объект, поставить этот объект на учет у себя на своем земельном участке, также без необходимости предъявления дополнительных документов. Также этот закон не распространяется на многоэтажные гаражи, да, которые у нас строятся, на подземные гаражи, находящиеся под многоквартирными жилыми домами, так называемые машиноместа. И не распространяет это действие под гаражи, находящиеся в собственности юридических лиц, и в том числе расположенных, например, в каких-то офисных или торговых центрах. Ну и остается, скажем так, наверное, один из ключевых, да главных вопросов. Кто может воспользоваться гаражной амнистией? Какие документы для этого нужны граждане? Могут воспользоваться граждане, имеющие недвижимость у нас на территории Верхней Волжья. И для этого какие документы нужны? Первое, это, как я сказал, доступление в силу градостроительного кодекса. Любой документ, в том числе, что интересно, советских периодов. У нас был случай, к нам обращался гражданин, дедушка уже, у которого было распоряжение о предоставлении гаража 37-го года. Чего себе. Да, с советских времен. И вот в рамках действующей гаражной амнистии, оно тоже может быть являться основанием для оформления. С такими документами, которые, во-первых, из совершенно другой эпохи, совершенно, скажем так, с другого времени, Росреестр тоже работает и тоже их во внимание принимает. Это прямая норма законодательства. Если абстрагироваться от гаражной амнистии, недавно был суд, не буду называть орган местного самоуправления, судились с одной организации. В доказательство в суде была представлена копия плана, который изготовлен кадастровым инженером в 1876 году. И это было одно из доказательств в суде, на основании которых, в том числе, суд поддержал одну из сторон. Поэтому мы исходим из того, что у нас наша работа, это наша работа история. И мы прослеживаем создание объекта, существование объекта до тех пор, пока мы можем это найти. В том числе это используется для граждан. Это в том числе хороший урок для жителей и для граждан, для жителей Тверской области. Храните все свои документы, которые представляют какую-то ценность с точки зрения имущественного характера, с точки зрения других каких-то вещей. Потому что в любом случае суд и инстанции различные, они их к сведению принимают и терять их нельзя. Ну мы знаем, что в том числе закон о гаражной амнистии, вообще работа по его реализации, она ведь не только, скажем так, Росреестром ведется. Да, важную тут функцию выполняют и местные власти, муниципальные, в том числе администрация Твери, представители, которые сегодня у нас есть в студии. Оксана Александровна, расскажите, какая работа проводилась в администрации города для реализации закона, и в чем она вообще заключается, в чем она состоит? Администрацией города Твери ведется активная работа в рамках гаражной амнистии, как и с правообладателями гаражей, так и с кооперативами. В настоящее время подано более 180 заявлений в рамках реализации гаражной амнистии. После рассмотрения администрации города Твери счастливыми правообладателями земельных участков уже стало более 80 граждан. Вместе с тем у нас существует и основание для отказа в предоставлении в собственных земельных участках. Одной из причин является это ограничение в обороте земельным участков, которые предусмотрены земельным кодексом. В данном конкретном случае гражданин может реализовать свое право обратиться к нам с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду. Данная ситуация четко предусмотрена законом о гаражной амнистии. В этом случае будет предоставлен земельный участок в аренду по льготной цене, то есть по ставке не выше земельного налога. Также существуют и иные основания для отказа в предоставлении в собственность земельных участков. Например, гаражи были построены в нарушении, размещены в законодательство, допустим, на теплосетях, водоотведения. В данном случае есть у нас уже такие ситуации. Например, в Пролетарском районе существует автогаражный кооператив, которому был предоставлен земельный участок под некапитальные объекты, металлические гаражи. В рамках эксплуатации данного земельного участка уже были размещены гаражи на сетях. Соответственно, в данном конкретном случае невозможно будет реализовать закон о гаражной амнистии. Администрация, в принципе, ведет очень активную работу и разъясняет гражданам, как на личном приеме, как они обращаются и в рамках телефона, и в рамках письменных заявлений, и также с председателями автокоперативов, и даже с кадастровыми инженерами. Чтобы активизировать эту работу, мы стараемся с каждым работать в индивидуальном порядке. Ну и, в общем-то, мы тоже сейчас с вами, мне кажется, проводим определенную работу с гражданами. Вот так вот в информационном поле освещаем важный такой законопроект, как гаражная амнистия. Мы продолжим разговор об этой и других темах после короткой рекламы. Мы вернемся совсем скоро. Не переключайтесь. Мы возвращаемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Я напомню, что сегодня вместе с руководителем управления Росреестра по Тверской области, а также с представителем администрации города Твери и руководителем Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, мы сегодня рассуждаем, говорим о такой важной теме, как гаражная амнистия, ну и о других, не менее важных для населения Тверской области вопросах. Тоже сегодня мы обо всем этом будем говорить. Возвращая все-таки пока еще к гаражной амнистии, Николай Николаевич, ситуации могут быть разные, мы понимаем. Например, у кого-то гараж оформлен давно в собственность, и человек, допустим, хочет оформить только землю. Или, например, необходимо оформить и то, и другое. Как работаете с такими случаями, как людям помогаете, что важно понимать в этом моменте? Мы здесь очень плотно работаем, в первую очередь, с органами местного самоуправления, потому что они принимают решения о возможности предоставления бесплатно, обращая это внимание, в законе прямо прописано, в рамках гаражной амнистии земельные участки в собственность граждан предоставляются бесплатно. Принимают решения органы местного самоуправления. Поэтому мы, как Росрейсер, как центр компетенции в сфере недвижимости и земельных отношений, проводили много совещаний, обсуждали эти вопросы. И давайте я начну с самого простого варианта для граждан, когда и земельный участок, и гараж поставлены на государственный кадастровый учет. Ну что значит поставлен на кадастровый учет? Проще говоря, у объекта есть кадастровый номер, который, например, для Твери начинается 69, 2.40, 2. номер кадастрового квартала и номер объекта или земельного участка. В этом случае граждане могут обратиться через нашу организацию «Мои документы» или напрямую в администрацию города Твери с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка и гаража. Соответственно, орган местного самоуправления рассматривает эти документы, если это все соответствует действующему законодательству, они нам в электронном виде направляют заявление от лица гражданина на регистрацию права собственности на земельный участок гражданина. Еще раз, плата не взимается как за предоставление земельного участка, так же не взимается и государственная пошлина за регистрацию такого права. После этого гражданин может обратиться самостоятельно в «Мои документы», подать заявление на регистрацию права на гараж, так как этот гараж находится на земельном участке в его собственности, и мы, как органы регистрации прав, зарегистрируем это право его, и у гражданина будет право собственности как на гараж, так и на земельный участок. Это самый простой вариант. Более сложный вариант, есть поставлен на кадастровый учет земельный участок, гаража не поставлено, да, что в этом случае служит правоустанавливающими документами на этот гараж. Вариантов много, то, что я говорил, документы из советского образца, так же технический паспорт, который ранее был изготовлен в Бюро технической инвентаризации на гаражный комплекс или конкретно этот гараж. Так же справки из энергоснабжающих организаций о подключении, например, электричества к этому гаражу. В некоторых случаях бывает и подключение теплоснабжения или даже газоснабжения. Мы тоже принимаем такие документы. Так же справка из гаражного кооператива об уплате членских взносов. Это так же является документами-основаниями. Также являются документами-основаниями свидетельствия о право на наследство, если это не твой гараж, а твоего близкого родственника, который по наследству передал тебе, но ты еще не успел оформить этот гараж. Это тоже является документами-основаниями. В этом случае гражданин обращается в первую очередь к кадастровому инженеру, который готовит схему расположения земельного участка. Это функция наших кадастровых инженеров. Они изготавливают такой документ и заявитель подает это через МФЦ, мои документы, или напрямую в органы местного самоуправления, заявление о согласовании такой схемы. И орган местного самоуправления, как Ольга Александровна сказала, в рамках действующего законодательства земельного кодекса рассматривает возможность формирования такого земельного участка и принимает соответствующее решение согласовать или не согласовать по каким-то причинам эту схему. То есть вариантов много, и варианты есть разные. В каждом случае нужно конкретно подходить к какому-то конкретному случаю и разбираться. И еще раз напомним, да, вот Николай Николаевич, мне оказалось важным, в очередной раз вы сказали, что все документы, которые так или иначе касаются владения, да, касательно гаража, тоже нужно сохранять, и они все так или иначе в работу идут и учитываются. Мы знаем также, что важную роль в этой работе играют и кадастровые инженеры, то есть, да, тоже большая ответственность на них в этом плане лежит. Ольга Анатольевна, ну тут вот к вам вопрос, как бы ваша вотчина начинается, как представитель кадастрового сообщества вообще, на что бы порекомендовали бы обратить внимание при выборе кадастрового инженера, какими качествами, да, профессиональными вам, в первую очередь, должны были? Прежде всего, кадастровый инженер — это физическое лицо, которое является членом саморегулированной организации. На данный момент это обязательное условие, и он должен быть как раз включен в реестр саморегулированной организации. Прежде всего, прежде чем начать выбор кадастрового инженера, нужно обратиться как раз на сайт Росреестра. Росреестра ведет государственный реестр кадастровых инженеров. Обращайтесь в этот реестр, выбирайте кадастрового инженера. Здесь следует обратить внимание, членом какой саморегулированной организации он является. И после этого я бы рекомендовала как раз обратиться на сайт той саморегулированной организации, членом которой он является. И здесь уже можно получить более подробную информацию о инженере. Здесь мы можем почерпнуть сведения о его образовании, о том, сколько лет он уже на рынке кадастровых услуг. Есть ли за ним какие-либо дисциплинарные взыскания. Поскольку саморегулированные организации ведут контроль за кадастровыми инженерами и также проводят плановые и внеплановые проверки. И, соответственно, на сайте саморегулированной организации можно как раз увидеть сведения о том, прошел ли он плановые проверки, есть ли замечания по его работе. И, исходя из этих сведений, уже можно принять решение, хотите ли вы работать с кадастровым инженером или не хотите. Ну вот мы изучили, допустим, все необходимые факторы, которые касаются работы кадастровых инженеров. Делаем вывод, что он нам подходит, он нас устраивает. Как заключить с ним договор? Какие дальше действия? Ну, конечно, все кадастровые работы должны проходить в рамках договора подряда. Необходимо обратить внимание, чтобы в договоре подряда были указаны четко была структурирована работа кадастрового инженера. Что поручает собственник кадастровому инженеру, какие работы он должен провести. Конечно, тяжело собственнику самому принять решение. Поэтому кадастровый инженер должен написать свою схему, предполагаемую схему работы с объектом недвижимости, будь то земельный участок, либо объект капитального строительства, согласовать этот порядок. И этот порядок должен быть отражен как раз в договоре подряда с указанием четких сроков. И неотъемлемой как раз частью этого договора должна быть смета, которая отражает, какая сумма будет оплачена за определенный вид работ, который был поручен кадастровому инженеру. Так, ну вот с кадастровыми инженерами мы разобрались. Здесь предлагаю вернуться к тем самым трем вариантам оформления объектов по гаражной амнистии в упрощенном порядке. Николай Николаевич, как пошагово действовать в этом случае гражданину, чтобы оформить гараж и землю под ним в том самом упрощенном порядке? Ну вот мы говорили, что гражданин обратился к кадастровому инженеру за изготовлением схемы. Схема передается в органы местного самоуправления на утверждение. Если все хорошо, схема утверждается администрацией. И после этого заявитель должен опять обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением второго документа. Это межевой план на земельный участок, который подается нам в орган кадастрового учета. И мы настоятельно рекомендуем и кадастровым инженерам, чтобы они в электронном виде подавали данные документы нам. Почему? Потому что если будут выявлены какие-то ошибки, нам намного легче разъяснить ошибки, которые произошли кадастровому инженеру, профессионалу в этом сфере, чем простому гражданину, который, понятно, по объективным причинам не очень хорошо знает земельное законодательство и специфические нормы, которые есть. Как только подан нам правильный межевой план, соответственно, ставится на кадастровый учет, после этого гражданин обращается в органы местного самоуправления о предоставлении данного земельного участка в собственность. Соответственно, орган местного самоуправления закрепляет этот земельный участок в собственность, передаются документы нам, мы регистрируем право и на выходе выдаем выписки из Единого государственного реестра недвижимости, в котором указано, что право собственности уже у гражданина. И эти выписки орган местного самоуправления обязан передать гражданину в подтверждение его права. Вот здесь бы я хотел сказать очень хорошую вещь. Благодарим администрацию города Кимры, Кимрского района. Они тоже очень активно подключились к этой работе, и они сделали вообще очень хорошее дело. Это было сагитировали, скажу так, граждан, собственников гаражей в одном из кооперативов совместно нанять кадастрового инженера. Там более 200 объектов, которые есть. И сейчас уже у нас идет очень активный процесс, более 100 заявлений подано в наш адрес, остальные в ближайшее время кадастровым инженерам будут поданы, и право, соответственно, у граждан будет возникнет и будет зарегистрировано. Почему это хороший пример? В этом случае стоимость в расчете на каждый объект недвижимости существенно в разы снижается. И это, я думаю, намного эффективнее всем гражданам, если они договорятся внутри кооператива выполнить такие работы, и это будет очень хорошо и полезно для всех. Проще будет и кадастровому инженеру работать с этими объектами, и органу местного самоуправления, поскольку здесь принимаются решения в отношении всего гаражного кооператива, всех объектов внутри одного кооператива. Это решает многие проблемы. Ольга, ну раз мы заговорили, да, уже как бы вот о дешевле, да, вы сказали, да, вопрос как бы денег тоже немаловажный, но давайте я сразу вам вопрос задам, да, вот с учетом всех вариантов существующих, да, и так далее, стоимость кадастровых работ и подготовки технической документации, о какой стоимости-то может идти речь вообще? И как можно, допустим, снизить размеры, если это возможно, например? Ну вот если начинать с того, как снизить, Николай Николаевич такую схему рассказал, то есть необходимо объединяться, необходимо, чтобы в идеале, если председатель возьмет в свои руки как раз сбор документов, проанализирует ситуацию, в которой находится гаражный кооператив, конечно, здесь будет легче принимать решения всем участникам этого процесса. По поводу стоимости кадастровых работ, это вопрос, конечно, очень сложный, поскольку, вот опять же, как мы говорили ранее, есть множество схем, множество ситуаций, то есть здесь может быть ситуация, когда требует регистрации только гараж, а земля уже приведена в соответствии с законодательством, то есть это будет тогда одна цена. Если работа над объектом начинается с нуля, и мы понимаем, что никаких документов нет, то тогда, конечно, это другая. Речь идет о сумме от 5 до, может быть, до 15 тысяч рублей, но опять же, так как работы ведутся все коммерческими организациями, то здесь, конечно, вилка такая вот немного плавающая. Ну и давайте, наверное, да, уже так потихонечку заканчивая тему с гаражной амнистией, рассмотрим такой, наверное, самый сложный, да, Николай, конечно, поправьте меня, если я ошибаюсь, да, случай, при котором ни гараж, ни земельный участок у нас на кадастровом учете не стоят, что в таком случае нужно делать гражданину, как себя вести? Ну вот, во-первых, я скажу, наверное, в этом случае более высокие затраты будут на работу кадастрового инженера, потому что ему надо сделать не только схему размещения земельного участка, межевой план, но еще и технический план самого гаража. Поэтому заявитель в этом случае все равно обращается первым в органы местного самоуправления с имеющимися документами на гараж об утверждении схемы размещения участка. После того, как схема утверждена, он обращается к кадастровому инженеру, который изготавливает как межевой план, так и технический план на гараж, и, соответственно, обращается с заявлением опять в органы местного самоуправления, обращается в управление Росреестра для постановки земельного участка на учет на основании утвержденной схемы. И после того, как мы поставили на учет, обращение идет в орган местного самоуправления на регистрацию права собственности, и одновременно можно подать заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией права на гараж. Может быть, для людей то, что сейчас рассказываем, схема немножко запутанная, но первое, что мы обучили всех специалистов многофункциональных центров и технологию оформления документов там знают. Второе, мы согласовали и утвердили типовую форму заявления, в котором расписываются все возможные нюансы при подготовке документов. Эта форма заявления есть в каждом МФЦ, людям ничего выдумывать не надо, и при помощи профессиональных коллег наших в МФЦ они подготавливают эти заявления, представляют необходимые документы и подают. Еще раз, вот кроме оплаты работ кадастрового инженера, все остальные действия как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны Росреестра бесплатные. Никаких госпошлин, никаких плат за выкуп земельного участка под гараж нет. Поэтому это самое, наверное, важное и хорошее, вот то, что сделано этим законом о гаражной амнистии. Ну и да, важно понимать, что какой бы ни был бы случай, сложный, да, или более простой, в любом случае специалисты всегда помогут, специалисты разъяснят. Ну понятно, что да, какую-то определенную сумму средств заплатить нужно будет, но как бы да, это все равно, вот как Николай Ильич правильно сказал, что значительная часть, она происходит бесплатно, все оформление и так далее. Ну что ж, вот о гаражной амнистии мы достаточно плотно, так полно поговорили. Я предлагаю немножко вектор разговора поменять. Николай Николаевич, к вам вопрос. Вообще-то, какие у нас еще федеральные законы на территории Тверской области реализуются, ну которые, понятно, связаны со сферой недвижимого имущества? О чем сейчас важно, опять-таки, гражданам нашего региона знать и помнить? У нас направления работы вообще в Росреестре очень много. Мы, начиная вот от тех вещей, о которых мы говорили, земельно-имущественные отношения, мы еще, например, регулируем и вопросы взаимодействия, контроля за деятельностью арбитражных и конкурсных управляющих. Это громадный пласт работы, который, ну, например, защищает граждан, юридических лиц от неправомерных действий арбитражных и конкурсных управляющих, и это тоже наша сфера. Но намного более важно, наверное, для людей, это то, что мы сейчас реализуем. 518-й федеральный закон, это закон, так называемый, о выявлении правообладателей. Мы совместно, опять же, с органами местного самоуправления, которые являются основными движителями этого закона, занимаемся работой о выявлении тех прав, которые были у граждан и есть у граждан, но по каким-то причинам не зарегистрированы в Едином государственном действии недвижимости. Почему это важно гражданам? Гражданам это важно, потому что наличие сведений об объекте недвижимости, капитального строительства земельного участка, о координатах земельного участка, обезопасивает их право. В этом случае, если границы участка внесены в Егрен, недобросовестный сосед не сможет хитрым образом взять и незаконно отодвинуть забор или внести неправильные сведения о координатах своего земельного участка. Это значит, что какие-то недобросовестные организации, которые прокладывают какие-либо коммуникации, не смогут незаконно взять и проложить эти коммуникации по частной территории. Потому что, когда это произойдет, люди смогут обратиться к нам, мы в рамках государственного земельного надзора будем привлекать эти организации. У нас такие уже практики были. У нас был случай, одна частная организация решила провести ЛЭП до своего объекта. Люди приехали на участки весной и вдруг обнаружили на своих участках столбы линии электропередач. На вопрос о том, что как же так вы это сделали, ответ был такой, ну нам же тут короче. И нарушение прав почему-то их не волновало. И через суд мы добились о сносе этого объекта и прокладке это так, как это положено по закону. Поэтому наличие сведения о всех правах, о технических характеристиках объекта, это в первую очередь заинтересованность правообладателей земельных участков. Если будут границы участков, если будут границы объектов капитального строительства, это максимально защитит этих людей. Поэтому с органами местного самоуправления в рамках 518 закона мы проводим эту работу и выявляем те права, которые ранее были предоставлены гражданам на ранее возникшие объекты недвижимости. И орган местного самоуправления, проводя очень сложную, кропотливую работу, запрашивая сведения у нотариусов, у миграционной службы, в пенсионный фонд, сведения ЗАГСа, налоговые органы, да, собирая эту всю информацию, ее аккумулируют, анализируют и по результатам этого подает нам заявление о регистрации прав граждан на такие объекты, ранее возникшие. Опять же, это для граждан никаких расходов не несет, никаких пошлин в этом случае не взимается, но сведения о правах, по крайней мере, хотя бы титульное право у гражданина на земельный участок или на квартиру, на помещение возникает. И это тоже их защита. Вот эта работа проводится и уже закон начал действовать в этом году, и уже мы более 40 тысяч объектов прав совместно с органами местного самоуправления внесли в ЕГРН. Это хороший показатель, но у нас предстоит большая кропотливая работа, потому что общее число невнесенных, незарегистрированных прав, ранее возникших, на территории области составляет порядка 300 тысяч. И вот эту работу нам надо проводить, и мы ее проводим, и наш план-график общий с органами местного самоуправления в течение последующих трех лет завершить эту работу так, чтобы права были внесены, граждане за это ничего не заплатили за регистрацию прав, и сведения ЕГРН были максимально правильными, чистыми и корректными. Для того, чтобы, опять же, если правообладатели к нам обратятся за оформлением наследства и так далее, они бы уже нашли сведения о кадастровом номере своего объекта недвижимости, сведения о том, что правообладателем был наследодатель, например, и так далее. Ну, то есть работа проводится совместная с органами местного самоуправления, чтобы этот закон работал, функционировал на территории. Ну и помощь, наверное, да, можно сказать так, оказываете, тоже ведь при... Потому что новые полномочия, да, и так далее, органов местного самоуправления. Ну, вот у нас позиция нового руководителя службы Олега Александровича Скуфинского, что Росреестр не только орган государственного кадастроучета и государственной регистрации прав, а центр компетенции в сфере имущественных и земельных отношений. Вот только за прошедший квартал мы провели 4 селектора в видеоформате из-за ковид-ситуации с органами местного самоуправления, на которых обсуждали реализацию и 518-го этого закона о выявлении правообладателей, и закона о гаражном месте. Кроме этого, мы провели в этом квартале 2 селектора обучающих семинара с кадастровыми инженерами, на которых подключались коллеги, на которых обсуждали технологические, технические вопросы и методологические вопросы по подготовке документов, представления нам на кадастроучет. Потому что мы заинтересованы, чтобы нам документы, которые подаются, были максимально качественные и максимально правильные, чтобы не было никаких приостановок. Что такое приостановка? Это же не только действие, там наш регистратор подписал приостановку. Это значит, человек, который, стоящий за этой заявкой, будет ждать еще какое-то время, ожидать, когда исправится какой-то документ, чтобы он получил... Потеря времени, средства каких-то... А очень частые средства, да. Поэтому эту работу мы постоянно проводим. И вот могу сказать, спасибо большое кадастровым инженерам, качество работ кадастровых инженеров улучшилось значительно. Количество приостановок у нас упало буквально в разы. Соответственно, граждане намного быстрее и проще получают свои документы на свои объекты. Ну вот в продолжении разговора о гражданах мы много поговорили, да, о том, как они должны вести свою работу, как им нужно помогать, да, как ведется помощь по разъяснению и так далее. А, допустим, штрафные санкции предполагаются, какие бы то ни было, в отношении, например, тех правообладателей, которые долгое время не регистрируют свое право собственности. Такое вот рассматривают? Нет, никогда такого не было и, я думаю, не будет. Это общая позиция государства о том, что право в Российской Федерации на объекты недвижимости должно быть зарегистрировано, но действующим законодательством не предусмотрено. И вот в новом пакете изменений, в том числе в наш там закон, не предусматривается каких-либо характерных штрафных санкций за нерегистрацию права. Еще раз я говорю о том, что зарегистрировать право в Росреестре, в Едином государственном реестре недвижимости, это в интересах самих правообладателей. Для того, чтобы мы, в том числе, как органы учета регистрации, как органы земельного надзора, могли бы защитить права этого правообладателя в будущем, если, не дай бог, такое произойдет. Такой еще вопрос. Сейчас вот как бы работа ведется такая масштабная, полномерная. Я знаю, что и Росреестр потихонечку перевозится на целиком и полностью цифровой оборот. Дело оборот, скажем так, бумажные волоки-то все меньше и так далее. Можно ли сказать, что Росреестром сейчас проводится некая такая ревизия, может быть, имеющихся в реестре недвижимости, всех данных и так далее? Ну, ревизия не ревизия, но наша задача, вот у нас руководитель службы в этом году был на встрече с президентом, и одну из центральных задач деятельности службы, это повышение качества данных нашей базы, нашего единого государственного средства недвижимости. То, что вот я сегодня говорил, и 518, вот этот закон, и закон, впрочем, о гаражной амнистии, это все повышение качества наших данных. И если наши данные будут качественными, хорошими, то они, соответственно, позволят намного быстрее получить услуги всем правообладателям, и гражданам, и юридическим лицам. И вот эту работу мы проводим уже несколько лет подряд, и, ну, вот для понимания только, вот то, что я сказал, по 518 закону более 40 тысяч прав внесено только в этом году. Это хороший показатель. А для сравнения, вот, допустим, если прошлые годы вспомнили, чтобы для понимания, да, как меняется цифра, есть какие-то данные? В этом году около 40 тысяч. Ну, смотрите, вообще у нас там более 2,5 миллионов объектов стоит на кадастровом учете и земельных участков, и объектов капитального строительства. Более 2,5 миллионов регистрационных записей мы сделали только в этом году, за все время. Тенденция по улучшению качества, она однозначна. Я могу видеть эту тенденцию по качеству наших данных, например, по тем обращениям граждан, которые я рассматриваю. Я, как руководитель управления, лично рассматриваю все обращения граждан, прошу по некоторым прокомментировать мне сотрудникам. Бывают, конечно, ошибки. Все люди, у всех есть человеческий фактор. Иногда бывает так, что наши сотрудники ошибаются. Слава богу, это очень редкие случаи. Но мы ставим задачу уменьшить количество обращений. Каким способом? Сделать нашу базу чище, сделать качество наших работ лучше, сделать качество работ кадастровых инженеров, органов местного самоуправления более правильной и качественной. И тогда меньше будет обращений граждан. И мы сможем улучшить наше предоставление, оказание наших государственных услуг всем правообладателям. Ну и я знаю еще, что сейчас такая история, когда важная такая дорожная карта разрабатывается управлением, в том числе с инициативой руководителя федерального ведомства. Расскажите немножко об этом поподробнее. Что это такое? Какие сведения вносятся? О чем идет вообще речь? Ну, тот же самый 518 закон – это составная часть дорожной карты. Дорожная карта разработана под руководством руководителя нашей службы, Скуфинского Олега Александровича, после совещания у президента. И это задача всестороннее наполнение сведений Единого государственного средства недвижимости. Ведь не только сведения о правах конкретного лица у нас содержатся. У нас в Едином государственном средстве недвижимости содержатся сведения о границе Российской Федерации, о границах субъектов Российской Федерации, о границах муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ конкретных земельных участков, объектов капитального строительства. А также большая сфера охватывается ограничениями в использовании земельного участка. Какими? Да, зонами с особыми условиями использования территории. Например, объекты культурного наследия. Тверская область одна из древнейших на Руси. Очень много объектов культурного наследия. Они как сами ставятся на учет, так и охранные зоны. Что это значит? Это значит, что вокруг этого объекта запрещается осуществление каких-либо действий. Или ограничивается использование. Объекты водного фонда. Громадное количество озер, болот, рек на территории области. У нас Министерство природных ресурсов Тверской области проводит планомерную работу по постановке вот таких зон. Да, ну вот совсем недавно была внесена береговая линия реки Тверца. То есть одна из самых больших рек области, она внесена. До недавнего времени, да, получается, не было, как бы, обозначены границы четкой? Не было границы четкой реки Тверца. Сейчас она есть. И сейчас органы местного самоуправления совместно с природоохранной прокуратурой и нами проводят комплекс мероприятий по выявлению от граждан, которые незаконно захватили 20-метровую береговую полосу, которая не может быть приватизирована вообще, которая подлежит только общественному пользованию, чтобы любой гражданин мог выйти на берег реки, покупаться, отдохнуть и так далее. Поэтому внесение этих сведений влечет за собой некие последствия, да, в том числе может быть негативные для нарушителей земельного законодательства, которым придется освобождать незаконно занятые земли. Тверская область имеет более 9,5 тысяч населенных пунктов. Это самое большое количество населенных пунктов в субъектах в России. Вот для понимания, на втором месте стоит Ярославская область, где на 3 тысячи населенных пунктов меньше. Это громадная работа, которую нам надо проводить, носить границы населенных пунктов. А зачем это надо? Опять же, надо для того, чтобы защитить права как и жителей населенного пункта, так и собственников земельных участков, сельхозназначения или лесного фонда, который находится вокруг этих земель. Для того, чтобы, когда будут четкие правила игры, будет четко и понятно. Вот здесь это мое, и это ограничивается, например, границей населенного пункта. И это будет правильно. Мы вносим очень много особо охраняемых природных территорий. Опять Тверская область первая в России по количеству особо охраняемых природных территорий. 998 природных территорий находятся на территории области. В этом году работа по внесению особо охраняемых природных территорий Министерством природных ресурсов, надеемся, будет завершена. Может быть, там несколько уйдет на следующий год. Опять это надо зачем? Для того, чтобы ограничить притязание неких лиц на строительство дома. Да, это природная территория. Наверное, это неправильно. Наверное, эта природная территория должна использоваться на благо всем. И если эти сведения у нас в кадастре будут, соответственно, мы также сможем не допустить незаконных занятий этих земель, незаконного строительства на данных объектах. Вот дорожная карта предназначена не для того, чтобы мы там чего-то кроптели или чего-то занимались внутри, а для того, чтобы обеспечить права и интересы как публичной власти, так и конкретного гражданина. Ну что, у нас потихонечку к финалу движется время нашей программы. Разрешите, вот я дополнительно... Ну мы еще, мы еще, да. Нет, один важный вопрос по газификации. Да, конечно. Вот у нас принята недавно большая программа по догазификации на территории Российской Федерации, в том числе и на территории нашего субъекта. Росреестр играет там достаточно важную роль. Конечно, газовики делают, планируют и так далее. Но для того, чтобы человек мог попасть в программу догазификации, в первую очередь, получается, должен обратиться к нам. Или, по крайней мере, проверить свои документы. Если у этого гражданина есть права на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, возведенный на данном земельном участке, это хорошо, и это сразу ему дает возможность обратиться в программу догазификации. Если же документов таких нету, то необходимо, первое, что, озаботиться оформлением земельного участка и оформлением дома. При этом было принято в том году решение о продлении еще другой дачной амнистии. Ну, дачная амнистия у нас по старинке называется, но распространяет свое действие не только и нисколько на дачные дома, а на все индивидуальные жилые дома. Поэтому граждане в упрощенном порядке могут поставить на учет и зарегистрировать право свои на индивидуальные дома. И мы рекомендуем это сделать для того, чтобы граждане могли попасть в программу догазификации. Для того, чтобы мы проще взаимодействовали, создали рабочую группу при управлении, в которой включены органы местного самоуправления, вот наши коллеги-газификации, и мы будем решать и решаем все текущие проблемы, которые будут возникать, для того, чтобы максимально просто граждане смогли оформить и подключить свой участок к газу. Ну что ж, немного времени, да, как я уже сказал, остается до конца эфира. К концу у нас подходит не только эфир, но и 2021 год, да, конец декабря, в общем-то, уже. Николай Ковченко, какие бы Вы итоги основные в работе за этот год Росрееста отметили? Ну и конец года по традиции до управления отмечает свой день рождения, да, свой день рождения. 13 лет в этом году исполняется. Каким был год для Росреестра Турцкого области в этом году? Вы знаете, когда с коллективом разговариваем, там, поздравляемся, мы желаем друг другу всего наилучшего и желаем всегда, чтобы следующий год он был легче и проще в работе. Никогда такого не получается. Следующий год еще более напряженный, еще более насыщенный, еще более сложный. Мы провели вот ту работу, о которой я уже говорил. Это большая работа и важная. Мы делаем большой пласт работы по вообще обеспечению вот всех прав граждан. Что это значит? Регистрация права. Вот представьте, в день с сотрудниками управления регистрируется более 2000 учетно-регистрационных действий. Это вот непрерывный конвейер. Притом, многие помнят времена, когда постановка на кадастровый учет занимала 45 дней рабочих, а регистрация прав 30 рабочих дней. Сейчас у нас самый долгий срок по кадастровому учету с одновременной регистрацией прав, если документы поданы на бумаге в МФЦ, занимает всего 12 рабочих дней. А самый короткий срок, который сейчас есть, это один рабочий день. И вот, наверное, это одно из таких мощных, хороших достижений. Опять же, достижений для граждан. Когда документы на ипотечные сделки, то есть сделки с использованием ипотечного капитала, подаются нам в электронном виде, мы осуществляем регистрацию за один рабочий день. Когда такое было? Вот. И это для чего? Для того, чтобы люди смогли сэкономить свои деньги, быстрее оплатить квартиру, переселиться в свое жилье и жить очень хорошо. Мы переходим в электронику, мы стремимся работать с кадастровыми инженерами, агитируем их, и спасибо, они откликаются, на подачу документов в электронном виде. Органы местного самоуправления у нас практически полностью уже перешли на подачу документов в электронном виде. Опять это зачем? Это уменьшает нагрузку на МФЦ, куда граждане приходят за другими своими нуждами и проблемами, да, и там нет уже ни кадастровых инженеров, ни тех людей, которые подают на бумаге. Это все подает нам в электронику. МФЦ разгружается и может оказывать другие услуги более быстро. Поэтому наша цифровая трансформация, это задача не просто службы, это задача для упрощения жизни граждан, упрощения жизни во всех сферах, в том числе некоторых, которые от нас и не зависят. Поэтому эта работа вот у нами начала сделаться в этом году, а в следующем году ставится задача еще более сократить сроки уже по другим видам деятельности, в том числе по кадастровому учету, в течение ближайших лет мы перейдем на трехдневный кадастровый учет. За три рабочих дня будем ставить объекты на учет. Это громадное продвижение по сравнению с 45 рабочими днями в 2008 году. Вот, наверное, это хорошее достижение для людей, для граждан. Ну что ж, ну, может быть, в будущем однажды и уже в часах будет измеряться работа управления Росреестра. Есть такие идеи тоже. Ну, успехов, удачи. Спасибо большое. Мы благодарим наших сегодняшних гостей за участие в программе. Я напомню, что сегодняшний наш эфир был, ну, по большей части, посвящен работе управления Росреестра по Тверской области. Я напомню, что мы и о гаражной амнистии поговорили, и о других важных законах, которые сейчас на территории Тверской области работают. И разбираться в них, решать свои вопросы, связанные с недвижимостью и так далее, помогает жителям Тверской области региональное управление Росреестра. Руководитель управления Росреестра по Тверской области Николай Николаевич Фролов у нас сегодня был в студии. Николай Николаевич, спасибо большое, что сегодня были вместе с нами. Спасибо. Вам разрешите пожелать с наступающим Новым годом. И нашим зрителям всем. Конечно. Оксана Александровна Чернова, заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Спасибо большое за участие в программе. И Ольга Анатольевна Федорова, директор Ассоции национального объединения саморегулируемых организаций кадарственных инженеров. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Вам также спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи.